По Сахалину тем временем едет кинопоезд. В качестве пассажиров местные кинематографисты, а также студенты и недавние выпускники ВГИКа. Все они снимают фильм о жизни самого большого острова страны. Что интересного попало в объективы камеры, узнала Мария Рябова. Съемочная группа держит путь в исчезающее село Ныева на самом севере Сахалина. Следующую неделю молодой режиссер Кирилл Мыльцев и оператор Алексей Евдокимов будут жить в будках. Так, Нивхи, коренные обитатели этих мест называют свои дома. Задача кинематографистов привести из этой экспедиции интересные кадры. С той же целью, но совсем в другом направлении, на нефтяные месторождения, отправляется другая группа столичных режиссеров и операторов. Всего таких бригад четыре. В них выпускники и студенты ВГИКа, а также местные кинолюбители. Можно назвать Сахалин кинематографичным. Можно, даже нужно развивать его с точки зрения кинематографии, потому что природа позволяет использовать ее здесь для кинематографа. Люди позволяют это делать. Они очень открытые и очень душевные люди, которые идут навстречу для того, чтобы создавалось искусство. Часть пути съемочные группы едут в специальном железнодорожном вагоне. Отсюда и название акции «Кинопоезд». Режиссеры шутят, если остров Сахалин на карте похож на рыбу, то из железной дороги ее позвоночник. Впрочем, добираться до своих съемочных площадок кинематографистам пришлось не только по железной дороге, но и автомобилями, на лодках и даже пешком. Были, например, на острове котиков. И там вообще никто из тех, кого я встречала, из местных жителей, там никто не был вообще. То есть, видимо, это настолько сложно туда добраться, что, в общем, нам, наверное, повезло. Когда ты приезжаешь на место, ты должен уметь вычленить то настоящее, интересное, то, что будет интересно зрителю. И я их настраивала на то, что это кино должно быть интересно не только на Сахалине, потому что иначе нет смысла в этом тратить время. Это должны быть истории, которые интересны будут людям и здесь, и, возможно, за рубежом. Юлия Бабкова без пяти минут выпускница в ГИКа мечтала побывать в Дуэ. Это старейшее поселение острова, печально известное в Царской России как центр Сахалинской каторги. Сегодня в старом поселке не наберется и ста жителей. Те, что остались уезжать в райцентр Александр Сахалинский, отказываются наотрез. Молодой режиссер посвятила этому весь свой киноочерк. Ее герои откровенно рассказывают о том, что их держат на месте старых угольных копий. Мы будем опираться, конечно же, на судьбы конкретных людей и на их взаимоотношения с их родной землей. Мы хотим показать не то, что вот все развалилось, провинции нет, скажем так, да, на Сахалине ничего нет, а хотим, наоборот, показать какую-то многогранность через этих людей, почему они продолжают здесь жить, что их здесь держат, что они чувствуют, что они здесь видят. Столичные кинематографисты работают в команде с сахалинскими операторами. Они уже преодолели тысячи километров. Местные киношники признаются, такого документального цикла о Сахалине не снимали еще никогда. И это правда, о кинопоездах, пассажиры которых снимали документальные фильмы, в нашей стране были популярны в 30-е годы прошлого столетия. Но на Сахалине не был ни один. Это первый взгляд через объектив гиковских кинокамер на далекий остров. Ты думаешь, как хорошо, что я на Сахалине живу, я здесь останусь, и можно будет еще что-то снять, то, что хочется нам. То есть это здорово. Мы и раньше не хотели никогда уезжать в Сахалину, мы здесь родились. Я училась в Питере сама, пять лет жила там, есть возможность туда переехать, но я не хочу, мне нравится на Сахалине. И теперь я еще больше влюбилась в остров, конечно, после этой поездки. Результатом работы будут отнюдь не праздничные новеллы. Это будет совместная часовая картина о сегодняшнем состоянии острова, его проблемах и стремлениях. Премьеру кинематографиста решили устроить уже в сентябре, на международном фестивале «Край света» в Южно-Сахалинске. Затем фильм покажут в других городах России. Мария Рябова, Екатерина Юкунова, Юрий Рыжов. Вести. Сахалин.